Так, 10 марта, едем на Ниагаре, такая тишина, тишь, гладь, людей мало, почти все еще закрыто. В обычное время Ниагару посещает огромное количество туристов, но сейчас все закрыто, пусто и безлюдно. К сожалению, год карантина очень неблагоприятно отразился на многих малых бизнесах Канады, в том числе и Ниагарского региона. И я думаю, что многие из них уже не смогут больше открыться. Несмотря на то, что мы в очередном локдауне, мы, конечно же, надеемся, что в скором времени все это закончится и все будет работать в прежнем режиме. Тепло пахнет уже весной, как хорошо, как здорово. Вон, как чайки, да, шумят? О, ветер какой! Это парк, и летом здесь вода есть и золотые рыбки. А сейчас пустой пруд. О, первые подснежники! Саша, посмотрите! Вот они, вот, Вика, вот еще! Вика, Вика, еще сюда! Национальный парк Ниагарского водопада был основан в 1885 году. Он является старейшим национальным парком во всей Канаде. Вот, видишь, уже здесь видно американский водопад. Территория природного парка Ниагары составляет более 3000 акров и протягивается на 56 километров вдоль реки Ниагара, между фортом Эри и городком Ниагара-Онзелек. По одной из версий о происхождении и названии Ниагарских водопадов, Ниагара означает грохот воды. За моей спиной тот самый радужный мост, пересекая который, вы оказываетесь на территории Соединенных Штатов Америки. Ну, а здесь открывается прекраснейший вид на Ниагарские водопады. На самом деле, грандиозный Ниагарский водопад состоит из трех водопадов поменьше, которые объединены во впечатляющий единый комплекс. А так как находится он на американской и канадской границе, то и он поделен между двумя странами – США и Канадой. Что интересно, с обеих сторон границы есть города с одинаковым названием – Ниагара-Фоллс. Ниагарский водопад имеет огромное значение не только в качестве природного парка. Он является поставщиком электроэнергии. Еще один интересный факт. В прошлом Ниагарский водопад перемещался на метр-полтора в год. Но после того, как выше по реке построили ГЭС, скорость его перемещения замедлилась примерно в пять раз. И, кстати, большинство туристов сходится во мнении, что с канадской стороны вид открывается более впечатляющий, чем с американской. Над канадской стороной водопада практически всегда в дневное время можно увидеть радугу. В основном примерно с полудня и до заката. Над американской стороной Ниагарского водопада радуга тоже бывает, но не настолько регулярно. Чтобы показать радугу во всей красе, мы решили использовать видео из нашей прошлой поездки октября 2020 года. Полюбуйтесь, какие яркие краски! Мы очень часто посещаем Ниагарские водопады. И каждый раз, как мы будем сюда приезжать, мы будем делиться с вами интересными фактами о этом замечательном месте. Ну а сейчас мы перемещаемся на Ниагара Онзелейк. Это еще один маленький городок. Мы же вам обещали рассказывать о маленьких городах Канады. Вот, поехали с нами. Главную энергетику в Онтарио проезжаем. Ниагарская ГЭС вот с левой стороны. Мост через границу в Америку. Вот электрики что-то тут ремонтируют. Остановились на Смотровой. Узеро Онтарио. Да. Мы сейчас подъедем как раз. Там грибаки что-то ловят на лодках. А на американской стороне амфитеатр. Отдыхающие уже устали отдыхать. Уже устали ходить, бродить. Этот небольшой городок расположен в 25 километрах от Ниагарских водопадов. Это место, где река Ниагара впадает в озеро Онтарио. И здесь основали городок, который называется Ниагара Онзелейк. Да. Это очень милый, уютный такой городок. Ниагара Онзелейк имеет долгую, выдающуюся историю. И прежде чем получил свое нынешнее название, был известен под многими другими наименованиями. Этот город стал первой столицей созданной колонией Верхняя Канада. И оставался ею до 1796 года. В конечном счете, столица была перемещена в Йорк. Сегодня известный как Торонто. Для меня стало открытием, что придавая огромное значение британскому наследию, в городе единственный в Канаде лорд-мэр титул, который предоставляется всем мэрам с начала истории Ниагара Онзелейк. В 2004 году город был определен канадским правительством как национальный исторический район, благодаря уникальной коллекции, сохраненной архитектурой с 1815 года. Прогуливаемся. Городок называется Ниагара Онзелейк, что находится прямо на берегу озера Онтарио. Красивый городок. Да. Щицы всякие продают, кобашки, кожаные куртки. Кожаная куртка 290 долларов. 300 баксов стоит. Мороженое. Очередь в кафе впереди. Это что за лавочка такая? Понятно. Быстро. Так хван. Народ кушает, в очереди ждут. Значит вкусно готовят. Одежда. Как переоделись. Это галерея. Надаются картины. Вот тут, наверное, девочки. Можно так сказать, я вам подала. Давай, Наташа. Этот городок сохраняет очарование 19-го столетия. Здесь можно увидеть великолепные особняки, красивые сады и парки. Говорят, зная историю этого городка, узнаешь раннюю историю провинции Онтарио. Ниагарский регион лежит на той же широте, что и Бордо и Бургундия. Среди туристов очень популярен так называемый винный маршрут. Но это уже совсем другая история, о которой мы вам расскажем в нашу следующую поездку. Спасибо, что были с нами. Желаем всем всего хорошего. Пока-пока.